Так, коллеги, приветствую всех на демо-релизе Visiology. У нас в этом году это первый релиз, релиз версии 2.35.36. И давайте начнем по порядку. В релизе 2.35 у нас ключевые изменения коснулись модуля VQ. Так у нас была реализована возможность управления потребляемой памятью. То есть теперь вы можете настраивать лимит потребляемой памяти, и при этом система при риске превышения данного лимита не будет выполнять этот запрос. То есть это касается всех запросов, которые происходят в системе, начиная от запросов с виджетов данным, заканчивая загрузчиками, то есть проверка именно на объем памяти, который может быть потреблен, проверяется. То есть что это позволяет? Позволяет настроить необходимую политику выдачи ресурсов для различных запросов, что, в свою очередь, конечно же, сильно повышает отказоустойчивость. Как производится настройка? То есть настройка производится в конфигурационном файле, при этом устраиваются такие параметры, как размер памяти в гигабайтах, относительно которого будет именно происходить проверка памяти. И второе — это размер памяти, относительно которой вообще будет происходить проверка. То есть если у вас, например, какие-то незначительные запросы, они не будут проверяться. Если лимит в этом параметре превышается по этому запросу, то он тогда будет проверяться. Это сделано для того, чтобы сократить нагрузку на платформу. При этом для дополнительного информирования, то есть в случае, если память превышена, система продолжает работать в штатном режиме, для администратора в журналировании пишется соответствующая ошибка, что не смог выделить какой-то объем памяти, было такое-то количество, и это, в свою очередь, позволяет администратору разобраться в причине неуполнения того или иного запроса, но и заодно проконтролировать, а не нужно ли выделить, например, на платформу больше ресурсов. Следующая новая возможность, которая тоже коснулась выкупа, это восстановление снэпшота для ранних версий, то есть у нас сейчас вышла версия 2.35, это восстановление снэпшота на версиях 2.20 и 2.30. То есть что теперь можно? Теперь можно восстановить даже невалидный снэпшот самостоятельно. Инструмент позволяет получить снэпшот с сохраненной метаструктурой, и на основе этой метаструктуры потом можно загрузить данные, и в результате все данные будут установлены. То есть для этого необходимо использовать именно последнюю версию Куба 2.35, и актуально для пользователя версии Visual G2.20 и 2.30, для тех, кто, например, использует стэк, и по какой-то причине пока еще не может обновиться на версию 2.32, но возможность восстанавливать снэпшот ему, естественно, нужна при определенных ситуациях. Вот теперь такая возможность есть. Начиная с версии 2.301 механизм уже встроен в платформу, поэтому какие-то дополнительные действия здесь не нужны. Как это происходит? То есть здесь у нас, например, невалидный снэпшот, и есть ошибка в данных, сам снэпшот не грустит. Это у нас что на входе? Дальше что делаем? То есть шаг первый. Мы с помощью n-point получаем снэпшот с нужной метаструктурой. При этом, если посмотреть метаданные, метаданные у нас заполнены, но самих данных у нас еще нет. Следующим шагом мы при помощи нескольких вариантов, то есть или загружаем этот снэпшот с помощью кут-команды, или просто его переименовываем в другое название и помещаем в папку с снэпшотами. После этого перед запусками куб, и снэпшот загрузится автоматически при запуске куба, но данных пока еще не будет. Далее следующим шагом администратор создает базу данных с тем же названием, что и метаданных, и после этого уже в панели администрирования, в пользовательском интерфейсе появятся загрузчики, появятся все метаданные, и при запуске загрузчиков все данные будут установлены. Теперь при помощи таких достаточно простых манипуляций можно устанавливать снэпшоты на версии 2.20 и 2.30. В релизе Visiology 3.6 у нас ключевые изменения коснулись основного настройки дешбардов. Так у нас появилась возможность фильтрации данных на виджет. То есть появилась такая вот панель, которая позволяет пользователям настроить необходимую фильтрацию целиком на весь виджет. То есть для этого не нужно создавать, например, в каждой мере фильтры на каждый показатель или использовать какие-то отдельные виджеты-фильтры с персональной настройкой влияния. То есть все можно сделать по помощи такой панели. При этом поддерживается фильтрация по нескольким столбцам. То есть из таблиц данных можно добавить столько столбцов, сколько необходимо, выбрать включение или исключение. И при этом для дополнительного удобства сделаем еще возможность отображать только выбранные значения, вот как на изображении слева. Актуально в случае, если у вас разряженный список, которым вам нужно выбрать какие-то значения, и чтобы полностью видеть, что в итоге выбирается, то есть какие фильтры работают на данном виджете, можно использовать эту опцию. Давайте посмотрим, как это выглядит в продукте. То есть вот у нас есть виджет «Объем продаж по брендам». Мы добавляем в столбцы «Brand Name», «Cover Name» и можем выбрать те значения, которые нам необходимо учитывать в виджете, чтобы именно они остались. «Cover Name» тоже можем выбрать. Учитывать или не читать. И при помощи таких вот простых действий можно очень быстро настроить нужную фильтрацию на виджет, и пользователь, который имеет права только на просмотр, уже будет видеть именно итоговую фильтрацию и не сможет эти данные с этой стороны профильтровать. Следующая возможность, которая появилась, это разбиение данных по измерению. То есть теперь можно при том же самом представлении получить детализацию в виде разбиения по интересующему измерению. Вот, например, у нас есть вот «Объем продаж». Мы просто добавляем интересующий столбец в поле легенды и получаем вот такую вот разбивку. То есть у нас «Объем продаж» не только получается по городам, но еще и детализации по бренду. Да, тут мы бренды добавляем по бренду. То есть видно, какой бренд, какой вклад по каждому городу произвел. Доступно. Это возможно для линейчатой диаграммы, для столбчатой диаграммы и для графика. И тоже давайте посмотрим, как это выглядит в продукте. То есть вот у нас есть виджет «Объем продаж» по кварталам. Мы добавляем «Объем» и получаем вот такую вот разбивку в столбчатой диаграмме. То есть не только по кварталам, но и по брендам в рамках каждого квартала видно вклад в визуально более наглядное представление именно такого рода информации. Также добавили возможность включения-исключения. То есть фильтр у нас до этого работал на включение, по умолчанию. Теперь можно переключиться легко в режим исключения. То есть это наиболее актуально в случае, если у вас, например, 200 значений в справочнике, а вам нужно из этих 200 не 5, а наоборот 198. И гораздо проще, естественно, выбрать два значения, которые вам не нужны, переключиться в режим исключения и получить тоже необходимую информацию. Давайте посмотрим, как это выглядит в продукте. То есть вот у нас есть виджет. Выбираем нужные значения. То есть на включение у нас отфильтровались данные именно по троим брендам, которые были выбраны. И если мы переключимся на исключение, то, соответственно, наоборот, именно эти бренды будут исключены из выборки. Следующая возможность, которая появилась, это переименование столбцов в таблицах. Теперь можно задать необходимые номинования столбцам в бюджетах, и при этом не нужно переименовывать эти данные в модели. То есть это актуально, например, для пользователей, у которых, в принципе, нет прав на редактирование модели, например, у них есть именно внешний набор данных, которые не могут никак влиять. Или если, например, они не хотят использовать форматирование. То есть теперь это можно сделать вот так вот в буквально несколько клипов. Тоже давайте сейчас покажу, как это выглядит в продукте. То есть вот здесь у нас объем продаж по брендам. И обратите внимание, вот здесь вот в легенде подпись sales.ml. Ну, пользователю нужно, чтобы отображалось русскоязычное название, но при этом, чтобы модель никак не редактировалась. То есть мы переходим в sales amount, редактируем здесь название, объем продаж. Все, мы получили объем продаж, и при этом и модель сохранили, и нужное визуальное представление получили. Еще может быть актуальный случай, если вам как раз-таки на разных визуализациях нужны разные названия, то есть здесь переименование именно в модели в принципе не подойдет. По загрузке данных также появились новые возможности. Так у нас появилось переименование таблицы столбцов при загрузке файлов. И теперь в случае, если вам на винование таблицы или столбца, которые в источнике, в файле, не подходят, вы можете переименовать и загрузить с измененными названиями, с целевыми для вашей модели. В Excel поддерживается переименование таблицы столбцов, для CSV поддерживается переименование столбцов. И давайте, например, Excel тоже посмотрим, как это выглядит в продукте. Загружаем Excel файл. Убираем, с какой строки нам нужно загружать. Можем типа данных поменять при необходимости. Это все те же возможности, что и в случае CSV есть. И можем, например, переименовать, то есть вот у нас товар, мы хотим переименовать в наименование товара. В наименование, точнее. И лист один, не такое информативное название для таблиц, тоже поменяем, например, на кондитерские изделия. Также можем какие-то листы выбрать, какие-то не выбирать, наоборот. И загружаем. То есть мы сейчас получим две таблицы. Вот у нас уже есть таблица с переименованным названием кондитерских изделий и с переименованным столбцом наименования. Также появилась возможность обновлять файлы Excel. То есть теперь при необходимости можно перезагружать файлы для ранее загруженной таблицы. Актуально в случае, если, например, у вас появились какие-то новые данные, то есть именно новые строчки в таблице. Или в случае, если у вас изменилась структура, и вам нужно добавить какой-то столбец или удалить столбец. Что важно, то, что при этом сохраняются меры, которые были созданы на этих столбцах, если вы, конечно, удалили, и связи. То, что сохраняется, это означает, что башборд продолжает свою работоспособность дальше. Тоже давайте посмотрим, как это выглядит в продукте. То есть вот у нас есть виджет, количество сотрудников. Обратите внимание, что здесь у нас он на данных таблицы новой магазины и использует несколько столбцов. Кстати говоря, это переименованные столбцы. По человеку, который раньше показывал, то есть тип магазина, это у нас store type и количество сотрудников employee account. Да, и давайте тоже посмотрим, что у нас будет происходить. Посмотрим, что вообще есть в этой таблице. Простите внимание, что последний столбец у нас код. И мы сейчас пойдем эту таблицу перезагружать. Приходит настройка структуры. Измените путь к файлу. Выбираем другой файл. И сейчас, если мы посмотрим в самый конец, то видим, что у нас появился еще город, сити. Загружаем. У нас сейчас появится в таблице нового магазина этот столбец. И давайте его добавим здесь как раз-таки в легенду. Получим разбивку по сити. То есть что мы получаем? Мы получили дополнительный столбец, который сразу смогли использовать в визуализации и при этом сохранили все предыдущие наработки. А в части настройки модели тоже появилась дополнительная возможность. Так теперь можно скрывать столбцы модели. То есть теперь для упрощения последующей настройки визуализации можно скрыть столбцы, которые не нужны пользователю при настройке межбордов. То есть это могут быть, например, столбцы, которые содержат или какую-то техническую информацию, или в случае, если, например, у вас сложная модель, в которой много таблиц измерений, связанных с таблиц фактов, а это означает, что очень много идентификаторов в этой таблице фактов, и, скорее всего, эти идентификаторы пользователю не нужны, но при этом визуально они будут сильно нагружать таблицу. Теперь можно это скрыть. То есть настройка видимости доступна только администратору рабочей области, и при этом, если все-таки какие-то из столбцов используются в числениях или в визуализации, то даже после скрытия ничего, по-моему, не будет, а все будет сохранять свою работу дальше. Тоже давайте посмотрим, как это выглядит в платформе. Заходим под пользователем с ролью администратора, заходим в рабочую область и в набор данных. Не обратите внимание, здесь выделяются столбцы, которые мы потом будем в том числе скрывать, для демонстрации того, что все сохраняет свою работу. И пусть не пользователь скрывает набор столбцов, которые не нужны будут пользователю при работе с дешбордом. Мы их скрыли, и сейчас зайдем под другим пользователем с другой роли. Входим и заходим под пользователем, у которого есть доступ к рабочей области, в которой есть, соответственно, этот набор данных. Мы создаем дешборд на основе этого набора данных. И давайте посмотрим, что мы видим. То есть модели у нас нету тех столбцов, которые скрыл администратор. Но при этом меры, которые используют эти столбцы, они все равно работают. То есть ничего поломано, значит, скрытие таких столбцов не будет. Также у нас есть улучшение в части администрирования. Так появилась возможность настройки именно вашего названия Realm PayClub. Это позволяет изменить название по умолчанию, которое вставляется в продукте, на произвольное. То есть наиболее актуально это в случае, например, интеграции с какими-то сторонними системами. Конкретно в ситуации, если эти системы, например, не поддерживают верхний и нижний регистр наименования или имеют какие-то другие особенности, поэтому вам нужно поменять название. Теперь это можно сделать. Документация подробнее описана, каким образом это нужно произвести. Также теперь любой пользователь платформы может получить информацию о версии и сборке каждого компонента. Для этого необходимо только ввести дополнительный адрес B3-версия. Это доступно всем пользователям. И наиболее актуально, во-первых, для администраторов, которым нужно понимать из каких компонентов, в каких версиях состоит установка. И пользователям при обращении в поддержку тоже эта информация будет полезна. Помимо этого у нас повышенная безопасность при работе с контейнерами, то есть теперь запуск приложения происходит от имени пользователя, у которого нет прав администратора, это в свою очередь значительно снижает риск потенциальных угроз. Также у нас есть улучшение в части UX в этой версии. У нас реализован единый подход к обновлению загрузчиков, то есть ранней версии 3.5. У нас загрузка, обновление загрузки файлов происходило через три точки, а обновление загрузки в случае GDBC происходило через данные загрузчики. Мы подход объединили, теперь все происходит через три точки, то есть выбирается редактировать загрузчик в случае GDBC или редактировать таблицу в случае файла. Это, естественно, в свою очередь сильно упрощает взаимодействие пользователя с продуктом, потому что используются единые подходы. И также добавили возможность копировать номер текущей версии платформы, просто нажав на кнопку, то есть при клике версия копируется, и ее можно передать, например, в службу технической поддержки, то есть это тоже наиболее актуально именно при выяснении различных событий. И доступно, если платформа работает по протоколу HTTPS. Коллеги, на этом у меня все. Спасибо, что сегодня были с нами. Ждем вашей обратной связи по всем тем новым фичам, которые у нас вышли. Ждем пожелания по тем фичам, которые еще не вышли. И до встречи на следующих демо-релизах. Субтитры создавал DimaTorzok